Друзья, всем привет! С вами Леся. Наверное, эти пустые баночки будут сниматься какими-то отдельными кусочками, потому что сейчас я хочу вам показать продукты, которые меня расстроили, меня разочаровали, и я их никак не могу использовать. И это уходовые продукты. На самом деле уходовые продукты я очень редко расхламляю, то есть это нужно, чтобы мне прям совсем не понравился запах, либо чтобы в деле это просто было просто неприменимо. Ну, собственно, как и два этих продукта от марки Кира Нова, серия Net & No, серия Bio с календулой. Эту парочку подарил мне муж, и, к сожалению, это просто, мне кажется, одни из самых кошмарных продуктов для волос, о которых я вам сейчас расскажу. Во-первых, что нам обещает шампунь? Для придания мягкости для всех типов волос. Это просто смешно. И маска-кондиционер для всех типов волос. Это просто ужасные продукты, ни о какой мягкости здесь речи быть не может. Это в который раз я убеждаюсь, что вот такие вот прям био-супернатуральные продукты мне не подходят. То есть мне подходят там, где, ну, знаете, растительная косметика, например, да, вот что-то такое. Когда прям вообще веган, био, прям натуральный не придумаешь, стопроцентный провал, как и здесь. Во-первых, шампунь. Я нанесла на волосы, и я просто обалдела. То есть волосы сразу под этим шампунем скукоживаются, превращаются в комок, такую, знаете, как жесткую-жесткую проволоку. На минуточку, у меня очень мягкие волосы. Ну, такая пакля, и плюс на руках у меня вот, ну, вот так вот, да, я мыла волосы, потом у меня на руках было ощущение, как будто бы, вы знаете, если вы работали с лимоном, например, ну, как работали, там, резали его, да, вот что-то такое. И у меня было впечатление, что я просто окунула в лимонный сок руки, они были настолько сухие и какие-то такие скользкие. Просто я, честно, я такого от шампуня не ожидала. Плюс бальзам. Этот бальзам наносишь, и он не то, что не помогают волосы, ну, казалось бы, куда хуже, но они становятся еще более жесткие. Этот бальзам как будто бы то ли растворяется, то ли впитывается как-то, я не знаю, но от него нет вообще эффекта положительного никакого. То есть, ладно, если такой вот бывает шампунь, там, путает волосы, встречаешь, но бальзам хотя бы как-то это должен нивелировать, да? Тут нет, тут еще хуже становится. Я воспользовалась один раз. Один раз я помыла волосы, и все, я не буду этого делать, потому что я просто выдеру себе пол головы, пока не закончится. Тем более, перед этим у меня была парочка от Альмаке, которая мне тоже как бы не подошла, но я как-то ее домучила, в плане того, что там хотя бы бальзам, как бы он был очень слабый, но он хотя бы так жестко не ухудшал ситуацию, то есть перед этим у меня уже была парочка, которая как бы мне не подходила, а тут вообще хуже еще в сто раз. Естественно, ну как, просто наливать это на волосы и расчесываться и понимать, что у тебя на расческе там 200 волосин осталось, и тогда, знаете, хрипят эти волосы под расческой, хотя у меня расческа прекрасная, самая лучшая расческа для вьющихся волос, которые путаются, это Вэт Браш. никакой там тангл тизер хотя мне тангл тизеров 5 штук разных и лимитированные есть и оригинал и с ручкой и компакт они я вообще больше ими не пользуюсь после того как у меня появилась в браш это она вообще не справлялась эта расческа короче это какой-то кошмар я сделала для себя вывод что вот эти вот продукты для волос натуральные bio и к они имеют для меня две крайности и неважно сколько не будет стоить совсем недавно недавно мы с вами расслабляли дивина билетса или как в общем у них там просто две компании и подъезд компания под компания с духами есть с уходом ну в общем она стоит достаточно дорого имеет прекрасный аромат но там было то что она сушила и плюс волосы были после этого очень жирные здесь волосы не были жирные не принципе нормальные когда там их расчешешь послушать они нормальные рассыпчатые то есть ну как бы нет такой жирности но это сушит волосы это спутывает волосы волосы просто как комок нервов не знаю плюс аромат не календулы чем-то растительным каким-то там непонятными растительными неприятными одушками короче это штука я не могу просто пользоваться если я буду пользоваться мне просто все волосы выделить поэтому я предложу кому-нибудь это единственный выход возможно у кого там не такие волосы не кудрявые не кудрявые густые я не знаю не такие окрашенные может кому-то подойдет не знаю мне не подходит поэтому от этой парочки избавляюсь потому что будет горе я останусь без волос а следующее что хочу показать это вот такой вот line там как оказалось мыло пенка для рук для детей 0 плюс я просто в ревгоши вбила что подешевле из мыла купить увидела этот дой панка купила его и не посмотрела что это мыло пенка для рук а знаете что значит мыло пенка это то что вот покажу вам как я перелила а в дозатор я перелила в обычный от fly moscow то есть это просто водичка выглядит как вода и консистенция воды потому что это должно быть в другом дозаторе который делает пенку но при этом это средство как вы видите но очень хорошо как бы пенится но понятно тут немножко мой прокол в том что я не досмотрела пахнет очень очень химозно персиком таким гипертрофированным но я это мыло брала не для того чтобы мыть руки я его покупала для чего для того чтобы мыть котячий лоток для того чтобы мы там ванну какие-то такие вот бытовые вещи делать мне нужно мыло я руки не мою жидким мылом кстати возможно если у меня закончится эта вещь а я этот шампунь и бальзам так никому и не пристрою потому что иногда я сразу до кому-то и девчонок пишу звоню там вот забирайте у меня забирать иногда там когда один-два продукта естественно не будешь кому-то иди забери ну ну человек уехать к примеру через весь город и на минуточку с одного конца в другой конец москвы это вы прямо хорошо потратите времечко туда и назад плюс да мне еще надо найти от метро поэтому ну как бы я не пишу ради двух продуктов поэтому если мне никто не заберет а мне у меня закончится это мыло возможно я этот шампунь просто перелив сюда и использую для таких вот целей либо же кому-то дам но в любом случае по назначению это использовать никак нельзя так друзья покажу дальше пустые баночки которые почти закончились но я хочу вам сейчас показать сейчас объясню почему во первых давайте покажу вам вот такой вот продукт это натуры сиберика сиберика биберика для деток шампунь гель для самых маленьких от макушки до пяточек с экстрактом алтайской календулы такой прозрачный продукт пахнет травками какими-то очень пахнет сладко медом вот что-то такое я расценила это как нормальный продукт муж сказал ой он так мерзко пахнет он там не так как надо с волосиков смывается в общем не надо его больше брать в общем наругал меня ну как бы мне понравилось а ему нет ну ребенок как-то нормально восприняла в общем вот такой вот продукт я думаю тут просто на любителя в принципе волосы сыпчатый после него и тельце помыть можно в общем все следующее что почти закончилась осталось буквально вот тут вот на максимум на два раза это мицеллярная водичка от кика милана здесь 200 миллилитров могу сказать что это мицелляр очка отлично смывает макияж просто супер блестки яркие какие-то карандаши разноцветные все снимает но здесь один большой жирный минус эта мицеллярка жжет глаза причем так жестко ну извините меня она стоит 800 рублей ну серьезно за такие деньги это просто непозволительно я считаю это просто непозволительно конечно я ее больше брать не буду может быть это у меня индивидуальная какая-то непереносимость ее но она очень 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 сильно печет глаза прямо жесть как сейчас покажу кое-что из декоративки поэтому давайте немножко переместимся и тут я расскажу почему хочу вам показать вот эти пустые практически баночки которых осталось там вот на один-два применения пудры наверное немножко побольше но тоже я думаю она за недельку у меня закончится у меня скоро день рождения через меньше чем в общем через две недели 3 марта потом грядет 8 марта плюс я планирую после своего дня рождения делать покупки как декоративки так и ухода больше конечно мне декоративки в планах ну как бы вы понимаете грядут новые поступления поэтому честно говоря мне так хочется поскорее от всех вот пустые баночек то что почти закончилась вот прям избавляться сразу же то есть закончилась выкинула поэтому я хочу вот это все все в купе показать и потом это просто по выбрасу единственное конечно что мы как с вами договорились я декоративную косметику складирую и потом в конце года вам покажу сколько всего декоративки у меня закончилось за год интересный такой проект главное чтобы мне хватило терпения хранить эти пустые банки потому что я прям так ничего лишнего дома не хла не захламляю то есть даже вот я смотрю я говорю девчонок они просто по дому что-то расхламляет каких-то 40 вещей там 365 вещей о я думаю если все 365 вещей выкину у меня дома ничего не останется то есть я прям максимальный минималист именно вот для дома ничего у меня лишнего нет но вот так вот получилось что у меня будет храниться теперь декоративка до конца года мне кажется это интересным таким проектом посмотреть но я так знаю что будет заканчиваться будут заканчиваться какие-то тональные средства пудры базы естественно туши потому что мы их меняем это точно то что будет заканчиваться и бальзамы для губ я не знаю парфюмы ну хотя это не относится к декоративке но обычно бальзамы для губ и декоративку тоже туда включают не знаю почему но мне тоже так хочется давайте покажу что же насчет декоративки что у меня практически закончилось опять же это базы какие-то там тонирующие средства если пудру можно к этому отнести значит база база у меня от 7 days биколор вот такая вот база кстати и я вам покажу текстуру пока это все не закончилось я думаю как раз наглядно показать текстуру а не просто вылезу на пустую банку а значит здесь ну реально вообще немножко осталось вы видите я активно пользуюсь здесь ну не знаю раза на три наверное не на два больше но раза на три значит не знаю будет вам видно или нет но эта база она розовая она такая скользкая когда ее остается здесь на дне ее как-то подцепить тяжело она прям туда назад выскальзывается значит вот такая вот база плохо что вы ее видите какой-то белой она прям розовенькая розовенькая и она такая как водянистая то есть эта база она рассчитана на увлажнение то есть ее главная функция увлажнение подготовка кожи действительно даже когда я на ручку наношу я чувствую вот эту вот прям влагу то есть это реально увлажняющая такая база на которую хорошо потом наносится тональный крем распределяется в общем лучше разносится и мне она понравилась то есть она не затрет поры ничего такого не будет но она подготовит кожу кожа станет более как пластичная для тонального крема мне она понравилась если вот для таких вот функций как она и заявлена мне она понравилась я люблю такие увлажняющие сияющие базы не люблю матовую кожу неплохо бюджетно в принципе интересно было я вот от 7 days первый раз что-то попробовала хотелось мне от этой марки что-то попробовать конечно я эту базу да использую до конца и положу в пустые баночки декоративной косметикой за год в принципе понравилось следующее что покажу пудра и в роше кстати я посмотрела когда я ее покупала оказалось что я ее покупала ровно год назад ну как даже больше чем год назад в январе прямо это были самые первые покупки за год 22 я ее купила купила и она мне где-то полгода лежала и потом я ее стала использовать даже больше чем полгода в общем она сколько здесь 15 грамм большой объем вы знаете она по-моему не давно закончилась просто я сюда кое-что подмешивала давайте по порядку такая вот пудра я сняла здесь была пуховка ненужная которую я сразу же убралась убрала и не пользовалась здесь была защита такая пластмассовая я тоже ее убрала она мне не нужна была потому что я сюда еще добавляла хайлайтер от кика который я вам уже показывала в пустых баночках и рассказывала что этот хайлайтер как хайлайтер он вообще никакой как соло пудру его наносить немножечко too much а если его смешать вот с пудрой и в роше просто получится обычная пудра только и получится больше и немножко немножко свечения такого еле заметного это все что осталось от этой мешанины здесь то есть если бы не кика хайлайтер эта пудра бы уже давным-давно закончилась что у меня получилось в принципе получилось то же что и было только немножко немножко свечение добавилось такая она более такая более холеная получилась так в принципе ну разве вы скажете что здесь есть хайлайтер конечно нет в общем что могу сказать как пудра и в роше мне понравилось это отличная пудра которую вы не увидите на лице то есть она незаметная она хорошо она хорошо закрепляет тональный крем она хорошо усаживается ложится прям ну незаметной какой-то вуалью даже если там вы чуть-чуть побольше набахаете будете бояться там что-то не знаю вспотеете или у вас что-то потечет все равно ее не будет видно она прям ну классно ложится сравняется с кожей ее не видно то есть она в каком-то одном оттенке в универсальном классная пудра вообще все супер кроме большого жирного но она очень сильно пылит она так зверски пылит что я начинаю ее наносить и я просто кашляю кашляю задыхаюсь вплоть до того что аж рвотный рефлекс проступает то есть вы понимаете я люблю пользоваться рассыпчатыми пудрами то есть не прокатить такой вариант что все рассыпчатые пудры такие нет я пользуюсь в основном рассыпчатыми пудрами то есть я могу купить прессованную но я это делаю крайне редко когда там вот ну просто интересное предложение там супер подарок либо просто я не знаю думаю вот попробую ее в основном я покупаю рассыпчатые пудры не одна рассыпчатая пудра такого не делала чтобы я прям кашляла задыхалась и чуть ли в обмирок не падала то есть таких ощущений честно я не знаю она прям какая-то летучая до ужаса но когда я добавила сюда хайлайтер хайлайтер он такой как тяжеленький что ли и он перемешался с этой пудрой и утяжелил ее и она перестала так пылить то есть я сейчас ей нормально пользуюсь такой вот такая вот странная комбинация получилась которую в итоге я допользую до конца но тут осталось вы сами видите совсем совсем немного я доиспользую и тоже отправлю в коробочку с пустыми баночками ну тут конечно на недельку наверное хватит и все в общем то средство хорошее но я повторять не стану потому что вот это вот пыление это никуда не годится это мне кажется даже не кажется это сто процентов вредно для здоровья ну куда это вдыхать вот это вот дело но за счет вот этой вот мешанины с хайлайтером получилось классная вещь хайлайтер кстати был очень такой шелковистый приятный и он не был похож на хайлайтер поэтому я как бы его таким способом использовала не прокатит так с другими хайлайтерами то есть это реально был хайлайтер который не хайлайтер просто как светящаяся пудра наверное больше но позиционировался как хайлайтер да был нежный такой шелковистый поэтому я решила так вот поэкспериментировать удачно поэтому девчонки это все пустые баночки естественно что у меня еще не закончилось я это закончу до капельки ничего из этого не будет выброшено просто хочу вам показать это сейчас и вот прям максимально сразу сразу это убирать из-за пехоты и просто знаете я уже жду какие-то новые поступления косметики я уже душой с ними с новой косметикой а старый старый хочется оставить позади поэтому обязательно в ближайшем будущем у нас будут покупки будут подарки будут уход будет декоративка все-все будет я думаю будет интересненько всем большое спасибо за внимание буду с вами прощаться всем пока-пока